здравствуйте сегодня хочу рассказать про то что все-таки хорошие новости случаются и для дольщиков теперь стало возможно взыскание денежных средств которые они были уплачены в счет аренды вынужденной да то есть эта ситуация когда дольщик не получил квартиру в срок но арендует квартиру другую чтобы жить где-то и соответственно вот это арендная плата которая уплачивалась им на период задержки застройщиком исполнения своих обязательств подлежит компенсированию да то есть дольщики могут взыскивать в принципе это было и раньше не запрещено делать но у судов было такая сложная позиция которая надеюсь будет в дальнейшем меняться что но фактически в 90 процентах случаев по данной тематике на мой взгляд был отказ просто у граждан вот и сейчас верховный суд к сонным определением сказал что это возможно значит это определение от 19 декабря семнадцатого года номер 18 дефис кг 17 дефис 239 как раз в этом определении у нас верховный суд приходит к выводу что да это возможно ранее суды шли на совершенно различные изощрения для того чтобы отказать допустим принесите справку из управляющей компании что вы там жили обосновывали тем что договор аренды заключенный до момента когда застройщик должен был передать объект недвижимости с дольщику означает то что соответственно дольщик и так бы арендовал квартиру допустим квартира передается дольщику без ремонта это означает то что дольщик и так бы арендовал квартиру поскольку в квартире без ремонта невозможно жить соответственно дольщик бы делал ремонт там и параллельно что-то снимал то есть но фактически суды находили кучу оснований для того чтобы не взыскивать вот сейчас маятник как-то начал обратно откатываться и надеюсь это все-таки приведет к тому что такие взыскания могут быть без похода в верховный суд да то есть без того чтобы дойти до четвертой инстанции у нас вот но конечно это все пройдет время пока эта практика устаканится но посыл уже хороший с чем я всех и поздравляю на этом все ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал